Девушки отдыхают Это проект о людях. О большом количестве прекрасных людей. Что делает их такими близкими друг к другу? Во что они верят? Как живут? Что едят? На каком языке говорят? Все это вы узнаете в новом сезоне. Трое ведущих. 50 национальностей и одна большая страна. Проект Национальность.ру. Второй сезон. Всем привет. Я Мускатина Катя. И сегодня я познакомлю вас с Парси. Персы. Народ, составляющий основное население Иран. Также они проживают в Афганистане и Таджикистане. К персам относятся иранцы, маори, парсы, фарсы и некоторые другие. В России персы живут в селах Верхний и Нижний Чонган и называют себя фарсами. Ну а знакомиться с фарси я приехала сюда, в красивейшее место Дагестана. Здесь город Дербент, как на ладони. Правда, сами фарси живут не в самом Дербенте, а в Дербентском районе. Ну а проживают они преимущественно в Верхнем и Нижнем Джалгане и ведут привычный сельский образ жизни. Разводят куриц, гусей, а по дорогам ходят коровы и ослики. А некоторые и вовсе работают на виноградниках. Что же это за народ такой фарси? Здесь семь населенных пунктов, в которых имеются форпосты. Их 200 человек переселяли сюда для охраны от самого Дербента. А так фарсидское население. Все в основном Рукель, Митаги, Камах, Митаги-Казмоляр. Семь населенных пунктов. Сабнова. Все они говорили на фарсидском языке. А так фактически разные национальности. 207 это фарсидское языческое население. Наш народ гостеприимный, очень веселый, трудолюбивый. Никогда плохого в нашем населенном пункте никто вокруг вам не скажет. Любое торжество, мероприятие, гостей встречать в любое время, пожалуйста, у нас селения. Душа открыта всегда у нас. Что вам необходимо знать о жизни фарсид, так это то, что проживают они в жарком, солнечном климате, но еще бы на берегу Каспийского моря. И что логично, с таким климатом занимаются они сельским хозяйством. Ох, что они тут только не выращивают. Персики. Хурму. Хотя она пока зеленая, не буду. Груши. Фундук. Конечно, яблочки. Знаете, что я поняла главное? Фермер из меня вышел бы просто отменный. Мне остается только привыкнуть к этой жаре. Чем сейчас я планирую заняться? Я погнала ловить волну! Что удивительно, местные жители здесь разговаривают на языке фарси. Еще на нем говорят в Азербайджане, в Афганистане. Но у нас сейчас будет стих на фарси. Этот язык, который мы говорим здесь, это язык фарси. Это у нас считается среднеперсидский язык. Мы же все-таки 1800 лет здесь находимся. Ну, древние персидцы говорили о хаменидах. Вот это древняя персия. После завоевания Александром Македонским, да, уже получился у нас среднеперсидский язык. Новоперсидский язык получился после завоевания арабами. Вот так тоже персидский язык видоизменился. Сейчас мы говорим уже на диалекте персидского языка. Мы даже, например, топор же есть. Так. Персидцы говорят, табер говорят, бэр, табер говорят. А мы табер говорим. Какой язык? Вот как он звучит? Он трудный, легкий, мелодичный? Или вот такой он? Ну, язык у нас, по-моему, я считаю, что мелодичный язык. Самым лучшим языком считалось, что тогда в то время три империи говорили на этом языке. Турецкая, Османская империя, Персидская империя и Индия говорила. Действительно уникальный язык. Мне кажется, сегодня я узнаю еще много интересного про этот народ. Вот вы спросите, что сейчас происходит. У нас рубрика «Костюм в разгаре», а я почему-то на роднике и с кувшином. Все дело в том, что я сейчас в свадебном платье, а это неотъемлемая часть свадебного обряда. Кувшин считался приданным невесты. О, тяжелый. Все, пошла. Я скажу вам больше, именно в этом свадебном платье Маконет выходила замуж. Каково вам увидеть его спустя столько лет, как оно сохранилось? Красиво, да? Очень красиво. Прям здорово. А фаты не было никакой? Нет. Так, а платье было такое короткое? Вот такое платье было у меня. Но вы его не сами шили? Для вас его сделали? Нет, дербенте. Еле-еле нашли партнерку и шили. Я уже, знаешь, 40 лет замуж ушла и сохранила я вот это платье. 40 лет этому платью. Да. Оно просто в идеальном состоянии у вас талант. Да, 40 лет. Маконет, а это что за платье такое? Это у нас национальное платье. А вот куда ходили в таких нарядах? На свадьбу ходили. Ну, Рус-Байрам был у нас раньше. Кстати говоря, я знаю, что именно в этот праздник есть одна традиция. Ну, Рус-Байрам был у нас раньше костер. Через костер вот так кругом они ходили, девочки. И танцевали наши девочки на Рус-Байрам. Спасибо вам большое, что разрешили мне примерить ваше свадебное платье. Но мне в своем все-таки привычнее. Да и без кувшина. А то он тяжелый. Спасибо большое. А вы знаете, я решила пока не снимать костюм невесты и рассказать вам про еще несколько удивительных свадебных традиций. Все они направлены на то, чтобы невеста не вернулась в родительский дом. Например, вначале братья бьют невесту головой три раза. Дальше невесте предлагается накормить всех с помощью пальца медом. Как будто мед. Три, раз, два, три. Это для того, чтобы жизнь у нас у всех была сладкой. Ну, а дальше, чтобы невеста точно не вернулась в этот дом, ей нужно было быстро бегать, потому что вслед летели камни. Вы знаете, изучать новое это, конечно, прекрасно, но на сегодня отразится их все, а то у меня сейчас еще что-нибудь прилетит. Смотря наш выпуск, вы могли подумать, что фарси очень редкий язык, так как разговаривают на нем даже не здесь, в Дербенте, а всего в паре сел. А вот и нет. Фарси – один из старейших языков на земле, который существует более двух тысячелетий. На этом языке говорят в Иране, Афганистане, Таджикистане. В мире на фарси говорят около 110 миллионов человек. Время узнать чуть больше о вероисповедании. Вообще расскажите, здесь народ какую веру исповедует? Вера – ислам. Они очень дружно живут, соблюдают религию, делают намаз. И к тому же уважают все нации, все религии. Мы плохо не относимся ни к кому. А конкретно в вашей семье, вот как относится к вере, какую она часть занимает в жизни? Основную часть занимает у нас именно религия, ислам в семье. Сперва я начала делать намаз, лет 9 назад приучила мужа тоже делать намаз. Мои мальчики тоже делают намаз. Дети? Да. Старшему 11 лет, второму 10 лет. Они оба тоже делают намаз. Без религии мы бы жили бы очень трудно, не уважая других людей. А когда ты в религии, ты уже уважаешь их мнения, их судьбы. Благодарю вас за такой краткий экскурс. А мне становится все интереснее и интереснее знакомиться и изучать этот народ. Вот это жара! Так у нас рубрика кухни еще ни разу не начиналась. Маканет, а что мы делаем? Сейчас зажигаем, потом тесто будем готовить. Когда уйдет огонь, все станет белым. Да, белым, да. И уже можно тогда лепить хлеб на стенке тандыра. Ну что, ждем, пока все догорит, а мы с вами пока займемся тестом. Да, сейчас пойдем, тесто готово. Так, это наше тесто. Из него должен получиться хлеб. Да. Расскажите про процесс приготовления хлеба. Берешь муку, добавляешь там дрожь, соль и начинаешь тесто готовить. Вставляешь в закрытом крышке, поднимается тесто и начинаешь вот так. Это мы для красоты делаем или для чего-то? Это красота. Это красота. Вот так. Так, один готов. Вставляешь так. Как хочешь сделать. Получилась буква К. Да. У меня теперь есть именной хлеб. Вот это получится тебе. Это будет мне. Теперь накрываем. Накрываем. Ждем, пока не поднимется. Выпекание лепешек в тандыре занимает от 15 до 20 минут. Понять, что они приготовились, можно по желто-коричневому блестящему румянцу. Хлеб прилип, это самое главное. Руки целы, тоже хорошо. Мой первый именной хлеб готов. Посмотрите, какая красота получилась. Стол накрыт. Осталось все это попробовать. Ну и по традиции в конце мы подводим итог, что же нас объединяет. У фарси, как и у татар-азербайджанцев, калмыков, чай – это самый настоящий ритуал. Его здесь пьют постоянно, вне зависимости от погоды, времени суток. А еще я заметила, что в костюмах фарси ключевым элементом является платок. Согласитесь, этот аксессуар встречается повсеместно и у народов Кавказа, да и практически по всей территории России. Ну и, конечно, нас объединяет кухня. Все народы Дагестана готовят чуду, но каждый это делает по-своему. Например, у фарси чуду с рисовой молочной кашей. Пришло время прощаться. Спасибо, Дербенский район. Спасибо, фарси. С вами была Мускатина Катя и проект национальность.ру. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!